друзья всем привет энди мув супер соблазнитель берется за новое дело на этот раз спортзал фитнес флирт ты посмотри результат 1 эпизода казанова 4 звезды это потому что вот этот потлач дебил я все сделал просто аль денте на зубок а вот он лошара поставил мне 4 звезды пофиг некоторые в зале занимаются спортом а я пришел туда соблазнять сыпочек это вот так делается хочешь хочешь стать свидетелем пожалуйста давай я отключил цензуру и буду цензурировать сам так как же мне выбрать зал подождите потише сделала то что-то так мне на ухо крикнула так вот я отключил цензуру и буду цензурировать моменты которые вообще не проходят цензуру сам потому что ну он замазывает ну девушек в нижнем белье в купальниках ну как бы это даже 16 летние ребята как бы могут на них смотреть ничего запрещенного в этом не вижу если будет прям что-то серьезное буду цензурировать вырезать замазывать и так дальше а мы с тобой продолжаем собственно как выбрать пойти в зал иди ближайший зал чтобы приглашать девушек себе на массаж отличная идея посмотри профиль зала в чтобы увидеть кто туда ходит посмотри сайт зала чтобы сравнить цены и преимущества и я же тёлка снимать мне нужны профиль instagram ой 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 какого нахрен исчезнет этот зал нам не нужен правильно закрываем нафиг что это вообще было да этот зал потрясающий офигенно посмотри какие девочки туда ходят сразу лайкаем их чтобы они переходили в мой профиль смотрели кто их лайкнул да то что надо спасибо ты мне рассказываешь да лучше посмотреть инстаграм спортивного зала посмотреть кто туда ходит какие там крутые девочки да во сколько они делают посты что понять во сколько они туда ходят о слушай это прям интересно я могу посмотреть во сколько они постят и пойму какая девочка во сколько ходит в какой день спасибо тебе супер соблазнитель в смысле я здесь супер соблазнитель но тебе тоже спасибо так смотрим ну есть есть здесь дичь так сказать на которые можно поохотиться я сразу говорю все сексистские выражения в адрес девушек я буду отпускать лишь находясь в образе энди мува супер соблазнителя иначе говоря я с глубоким уважением отношусь к девушкам не о овеществляя их как предметы уважаю люблю красоту и все тому подобное а здесь я в образе поэтому я хамблой скотина все играем дальше так сделай один подход на бицепс 10 раз максимальным весом около нее ну зачем я в обморок упаду покажи силу свою окей иди сразу к цыпочке которая тебе приглянулась будь дружелюбным со всеми естественно со всеми типа я просто вежливый эй привет отлично правильно да смотрел вчера юси офигеть удар супермана изменение траектории болевой на руку он ему оторвал руку съел ему шею вообще круто позже увидимся эй гаральд ты тварюка привет бро как как ты как дела отличный подход привет ты вернулась о видел твои фото очень классные фото на боли да там было офигенно это отлично рад тебя видеть эй привет привет что ты как ты так как этим пользоваться твою мать что это это миксер это взбивалка а это для ног окей сейчас я разберусь подождите они нормально не фух я погорячился я не повесил так что с улыбочкой легко в любом месте когда ты ходишь постоянно нужно быть общительным со всеми я знаю это спасибо боже мой кому ты рассказываешь боже мой я тебя сейчас буду учить продолжать как в первой серии привет а ты еще будешь использовать это будешь здесь заниматься да еще один подход а тебе что нужно нет нет я просто спросил так спроси какую музыку она любит вообще не в тему скажи что у нее офигенное тело и приноси на свидание черт дурак так сразу подожди пока она закончит и иди за ней женскую раздевалку отличный вариант она нам не подходит получи паучи ее лучше делать упражнение для того чтобы попа потерлась об тебя тоже хороший вариант она мне подходит поговори про вещи связанные залом и узнаю имя отлично мы выбираем этот вариант у нас мозг есть все-таки он уже начал зарождаться тяжело да ух ты всегда занимаешься одна или у тебя есть личный тренер нет я всегда надо денег нет на тренера да это классно значит ты заморачиваешься да да я очень хорошо разбираюсь в этом да я вижу что разбираешься у меня был личный тренер потому что я думал что не могу заниматься один но на самом деле все не так сложно я кстати ричард приятно познакомиться я мария да конечно верно боже мой не надо мне рассказывать ты мне что ты мне втирать через парень хрена себе я перескочил через пару недель вау прикольно это чё такое там спортзале уже одна девочка массирует вибратором ладно это тренажер я понимаю разбивает типа целлюлит я не знаю его эффективность я не пробовал но я попробую ну в смысле мне интересно разбивает он или нет меня целлюлита нет окей дальше то это она же я то есть я я маньяк я прихожусь не заниматься в одно и то же время хотя не обязательно быть маньяком я с одной девочкой тоже приходил в одно и то же время сюда пересекались потом она правда пропала куда-то но это было совпадение я просто до работы ходил так получалось от уронила ой подними мне пожалуйста они я позже подниму так чё как у тебя дела ты тренировку уже закончила или ты только да я уже охлаждаюсь уже закончила охлаждаешься да я тоже всегда важно для мышц конца сделать заминку правильно говорит правильно говорит спроси садится ли она на члены или только на велосипеды правильный вопрос правильный обязательно нужно это сразу спрашивать правильный да но даже тихо у меня выключается запись потому что я не ту кнопку жму там немножко обрезалась наверное но все в общем круче я пошутил да вопрос неправильный спроси устала ли она потому что она крутилась в твоей голове всю тренировку поговори про ее подход к тренировкам спроси что она делает на выходных узнаем про ее семью про под мы жена в зале какая семья про тренировки продолжаем ты всегда занимаешься на велосипеде или иногда я никогда не бегу я всегда на велосипеде да я тоже потому что как говорят бег плохо действует на суставы да ты про велосипед лучше не слушайте не слушайте если правильно бегать с пятки на носок никакой на суставы нет нагрузки все нормально так ты любишь отвлекать людей когда они занимаются да 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 люблю иначе не интересно заниматься я предпочитаю чувствовать свои мышцы поэтому не люблю триндеть дебилами интересная точка зрения знаешь что я еще люблю играть на нинтендо свич если ты бежишь типа в марио одиссей например не особо поиграешь а тут ты играешь и 45 минут час ты забываешь о времени получаешь отличную тренировку так что мне нравится велосипед тоже ну само собой конечно это правильный выбор слушай может быть я тебе буду давать советы ты зачем вклиниваешься постоянно мой разговор у меня тут все схвачено смотри посмотри на это похоже здесь всех знаешь да это твой друг нет это я просто здоровую с ним но не несу ответственность за то что он делается он жопу чешет это отлично какой я старик подставил пацана но ничего страшно что сказать сейчас трет ли тебе киску когда ты едешь на велосипеде ну трет конечно отчет даже спрашивать не надо как мы все знаем поговори про еду и другие привычки скажи что ей нужен зал что я не нужен зал потому что она уже очень хорошо выглядит зал нужен мужчине а женщине не так важен поговори про еду и другой привычки ну давайте вот так говорят что питание до 50 или 70 процентов результата и это правда ты дополняешь тренировку диета особой ну да конечно слежу за питанием я птицу ем гречку салаты в основном все вареное не жарю ничего вареное да да что ничего не жаришь да я отлично готовлю ты так не смейся салаты тоже вареные да нет салаты свежие чё ты грузишь меня а звучит хорошо свежие салаты я знаешь тоже слежу за питанием до всего три-четыре гамма-гитра в день не больше на растительном рационе и кроме того да круто тебе не хочется углеводов типа там глютеном закинуться да я ем углеводы и протеины и жиры я все ем я жир трес вообще окей окей я тебе пару рецептов покажу своих этого достаточно вообще для мужчины конечно достаточно посмотри на меня в отличной форме да ты нормально выглядишь постричься тебе и будет вообще супер да отлично сто процентов сто процентов зеленое у меня ты же понимаешь насколько насколько я движусь в нужном направлении да плавно перехожу из мира зала в личный мир через питание это идеально было это идеально приготовь я не считаю боже я не могу мне два я не считаю боже я не могу мне два времени твою мать мои медленные пальцы они медленные но они очень умелы начали сейчас развалите тренажеры вы чё беситесь быстро крутят педали твою мать твою мать а все хорошо нет подожди подожди меня ах ты грёбаную твою сука она ржет с меня правильно пусть ржет или я специально повесилил окей окей все 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 хватит долбаный дедский тренажер я выиграла я выиграла нет не считается здесь сломано сиденье низко и вроде бы да это просто придираешься твою мать давай еще попробуем другой раз хорошо капец я матерился там а это поэтому потому что я провалил эту игру кнопок поэтому я так матерился жесть скажи чтобы ты хотел использовать ее бедра как наушники фантазия больная у тебя потлатый дебил проведи аналогию соперничество в постели нет рано спроси что он обычно делает после зала похвали за то как часто находит зал и как усердно занимается покажи что ты заботишься по краю саде спроси почему от велосипедов не электрическое питание не сделают электрическое питание для зала это хороший прикол кстати говоря но это прикол он сейчас серьезно как за это я похвалю ее про питание за зала мне понравилось знаешь так классно что ты занимаешься постоянно заботишься о своей фигуре отели все такое часто здесь это очень похвально спасибо срена тронутая молодец да нужно поддерживать водный баланс все верно да если там еще амины аминчики бы сашки закинуты там креатинчика можно олимп реклама продакт плейсмент это не я это не полим пожалуйста пройтись ко мне это планирую пошел ты в шоку ты не разбираешься в тёлках ему скобка млевинов не задвигая не радуются что за кольцо это шо 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 это да это нет это это оценивает мой сон показывает как хорошо я спал что такие кольца есть хрена себе я тебе покажу у меня есть приложение подожди почему твое сердцебиение так поднялось сейчас ночной скачок сердцебиение показывает проснулся и по классно я еще раз нажал на кнопку наверно еще там какая-то обрезуля была так нужно переназначать клавиш снился кошмар снился кошмар кошмар снился у меня кошмар был они сейчас у меня но я смотрел сериал ужасов на netflix просто понимаешь поняла поняла ведь мы там какие-то ты вижу в чем же жизни не Ненавижу ужас таки я тоже стараюсь перестать их смотреть перед сном тем более ух ну теперь когда у меня кольцо что не буду полить себе сон поэтому перестану их смотреть а что делать лучше комедию перед сном посмотреть комедию перед сном это вообще замечательно исти ты думаешь смысле ты думаешь я тебе говорю что это правильно да через 20 минут до смутных на тренажер 20 минут заминка этого смешно заминка должна быть 10 минут максимум какие они 20 минут заминку делают. Они же говорили, что это заминка. О, понятно. 20 минут это чурс-чур. Все, я закончила. Хорошая тренировка. Пригласи ее в джуз-бар. Пригласи ее заняться любовью в шкафу, где хранится TRX. Это по-любому правильный, короче, ответ. Но я ж типа дебил, я вот этот выбираю. Знаешь, что было бы сейчас идеально? Свежевыжатый сок. Что думаешь, хочешь вместе в бар внизу? Да, хочу пить. Пойдем, пойдем. Отлично, отлично. Да, это отличный переход. Она уже сказала, что иногда пьет сок, и ты тут приглашаешь ее, типа, попить сок. Да, кроме того, в зале долго говорить не надо, люди часто очень серьезно подходят к тренировкам, а тут вы пойдете и каждый раз поговорите с ней, типа, там, сок и все такое. Спасибо, все понятно. Джуз-бар, то, что надо. Ну, все, пойдем тогда. Да? Но я настаиваю, что я плачу. Ты хочешь платить? Да, хорошо, почему нет? А ты не Европа? Она за меня хочет заплатить? Кстати, это на самом деле, ну, это мелочь. Я согласюсь, чтобы ей было приятно. Типа, я не настаиваю. Но в итоге я все равно заплачу. Вот так вот. Ой, смотри, я уже ей нравлюсь, волосы крутят. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй. Она не на него смотрит, она чувствует, что по другую сторону экрана просто самец. Просто альфа-самец сидит. А ты дома? Так, ладно. Шутки в сторону. Скажи, что так круто быть на свидании с кем-то из зала. Намного лучше знакомиться на дейтинг-приложении. Нет, я буду говорить еще на дейтинг-приложении, что я отстой, что ли? Смотри в глаза 30 секунд. Ёнулся, что ли. Используй френологию, чтобы узнать, что у нас за человек. Сейчас только в этом словаре посмотрю френологию. Оба расскажи при себя за 45 секунд. О, это прикольно. Это типа такое. Давай. Знаешь, есть очень хороший способ узнать немного друг о друге. Это весело, просто. Расскажи свою жизнь за 45 секунд, а я тебе свою. Давай, попробуй. Если это будет скучно, но 45 секунд — это отлично. Поехали. Меня зовут Мария, мне 23. Я учительница в начальной школе. Ого. Работаю с маленькими детками. Еще я модель. Я хочу быть такой моделью, которая ест шоколад и не жалеет об этом потом. Еще я занимаюсь спортом. И я немного художница. Мой дедушка был художником, и у меня тоже есть талант. Все, я устал. Твои 45 секунд меня задолбали. Класс. Так, а что насчет тебя? Я, я, я. Я подлач. Я родился еще совсем малышом в Лондоне. Удивительно. И с мамой. Мой папа итальянец. Я работал на самых разных работах вообще. Даже пробовал грузчиком работать. Работал на стоянке. Потом работал маркетологом в офисе. Потом начал свой бизнес. У меня куча бизнесов. И примерно 7 лет назад приехал сюда, в Дубай. О, они в Дубай. Там Тимоти, видели? Он сейчас как раз там где-то бегает. Вот так. Люблю спорт. Люблю... Что еще? Тиви смотрю. Играю в шахматы. Играю в видеоигры. Ну, короче, до хрена всего. У меня много свободного времени, видимо. Еще люблю путешествовать. Круто. Эй, эй. 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 88%. Ты даешь за 45 секунд ей самое интересное о себе узнать. И всего на 45 секунд она тебя вымораживает своим ненужными разговорами. Так что, Сока. Сока, ты не против, если я выберу тебя? Хорошо. Да, я тебя удивлю. Хорошо? Так. Эй, друг. Эй, чувачок. Чувачок, можно мне, пожалуйста, клубничный нарциссовый сок, пожалуйста. А для дамы она бы хотела... Сок из хурмы, пожалуйста. Это, видимо, была отсылка к предыдущей части. Попробую сок из хурмы. Почему ты пользуешься этими старыми наушниками? Что, на Bluetooth? А с проводами имеешь в виду? Да, с проводами. Дело в том, что понимаешь, у тебя AirPods, да? Да, у меня AirPods. Я волновался, потому что думал, что от них может появиться опухоль мозга, так что решил просто подождать пару лет, посмотреть, если люди начнут умирать, то я... Если нет, то я накуплю, потому что с ними, конечно, удобнее, но, типа, я просто очень беспокоюсь про опухоль мозга и всё такое. А звук хороший у таких? Да, звук отличный у моих наушников. Хорошо. Определённо, они очень хорошие. Хорошо. Металлический, смотри. А что ты слушаешь в зале? Что я слушаю в зале? Аудиокниги. Плейлист Рэп Кевер на Спотифай. А не аффирмации для улучшения себя, ну, очевидно. Видеогеймс Лана Дел Рэй. Лана Дел Рэй, наверное, какая-то полная актриса. Я хрену... Аудиокниги. Кстати, я действительно, бывает, слушаю аудиокниги, когда бегаю. Аудиокниги. Очень-очень хорошую книгу. Сейчас слушаю, обычно не слушаю книги в зале, только иногда. Но вообще, в зале музыка прикольная и мотивирующая. Она называется Дрейф, она про мужчину. Хотелось бы рассказать слишком много, но я расскажу кое-что, кое-что, чтобы тебе не испортить. Он был проплыть должен в Европу, из Америки. Попадает в виду, а его лодка тонет. Короче, он оказывается на плоту, без еды, без воды. Это история выживания, типа. Она подходит для тренировок, потому что когда... Ну, я больше не могу, я устал. Говоришь себе, вспоминаешь эту историю из книги, и сразу она тебя мотивирует, и ты начинаешь снова впахивать. Второе дыхание появляется. Ой, очень круто, очень круто. Ну, скажи мне, что это было неправильно. А какого хера это был неправильный ответ? Он говорит, если это не так, тебе лучше сделать так. Но при этом ответ был неправильный. Какого фига? Сам начни читать в зале подклад, ты дебил. Я тебе рассказал про аудиокнигу Дрейф, помнишь, да? Которую я слушаю. Но у меня есть идея для своей книги. Я хочу книгу написать. Ух ты, какая. Научно-фантастическая книга. События происходят в будущем, когда изобретают путешествия во времени. Они говорят, о нет, это так опасно, мы не сможем пользоваться. И люди там живут практически вечно. И им так скучно, и некоторым хочется просто умереть. Одни единственные решения — путешествовать во времени. И они отправляются в прошлое, короче говоря, где они практически мгновенно погибают все. Например, на самолете во Второй мировой войне, который разбивается, на лодке, которая тонет. И они вместе с лодкой погружаются на дно. Но для них это возможность красивой смерти, понимаешь? Вот такая вот у меня идея дебильной книги. Я сам ни хера не понял своей идеи, книга конченная будет. Окей. Она заинтересована? Нет, но продолжай говорить, пока не заинтересуются. Нет, это неправильный ответ. Нет, меняй тему. Да, расскажи ей больше. Скажи, что она тупица, ей нужно быть внимательным. Меняем тему. Меняем тему. Давай про котиков. Тебе не нравится мучная фантастика, да? Не нравится, да? Не, мне не нравится. Не, не мое. А что тебе нравится? Что тебе нравится? Историческая проза. Окей, хорошо. Айвенго. Айвенго, что-то такое. Я не знаю эту книгу, но окей. Я исторически не люблю. Это книга Вальтера Скотта. А, Вальтер Скотта. Окей, да, да, знаю такое. Кондитер был. Да, спасибо. Мне нужно было сменить тему, потому что она скучала, и мне пришлось сменить тему. А что делать? Я люблю книги. Мне нравится трогать бумагу. Мне нравится запах. Электронные книги не любишь, да? Нет, я люблю бумажные, да. Я старовер. Ну что, попробуем сок? Вы вообще, на самом деле, они созданы друг друг от друга. У него наушники проводные. А она любит бумажные книги. Идеальная пара. О, вкусно, вкусно, да? Ты всегда так пьешь сок? Причмокивая? Не-не-не, это помогает распробовать сначала. Так-то я не сервиваю. Это как вино, типа, понимаешь? Поэтому... Да, хороший сок. Я не буду так делать каждый раз. Не переживай. Если только ты не хочешь, чтобы я постоянно чавкал. А какая у тебя работа? Что ты делаешь? Инстаграм-сутенер. Ух, слушаю, отличная работа. Такая есть работа? В смысле? Так можно было? Я не знал. Видеоигры? Ответь размыто, чтобы показаться загадочным. Видеоигры? Загадочные? Ну это, типа, не. Я видеоиграми занимаюсь. Я айтишник. Разрабатываю до хрена денег, получаю. Я работаю в индустрии видеоигр. Серьезно? Да, да. Делаю серию видеоигр. Называется «Ужасный соблазнитель». Самая жуткая история, когда-либо рассказанная. Это мой главный проект сейчас. Да, слушай, походу, реальная история. Например, представь, такой ужастик, но он интерактивный такой, и, например, есть убийца. Как нам поступить? Есть варианты, сражайся с ним, беги. А, я слышала про такие игры. Но единственная игра, в которую я играл, это «Симс» вообще, как бы. «Симс»? Ты никогда не играл в «Марио» или «Соника»? О, ну, тебе нужно сыграть. Я просто читал книги, понимаешь, и мне некогда было играть. А, ну, это даже лучше книги читать. Да, очевидно, правильный выбор, чудесная видеоигра, отличная работа. Я был офигенно прав. В этом случае это был правильный ответ. Конечно же. Не помню, говорила ли я тебе про свою работу. Ты не говорила. А, говорила. Я учительница в начальной школе. В основном работаю с малышами. Я люблю свою работу. Они такие жизнерадостные. Даже никогда не тержусь на них. Врет. Врет. Они просто маленькие демоны. Нельзя на них не сердиться. Врала нагло. Так, ну, конечно, комплимент сделать нам уже. Он объяснил, что это тебе слишком слащаво. Давай про своих учителей расскажем. Посмотрим, заскучает ли она. Я помню своих учителей. Как же ее звали? Миссис Коул. Очень строгая была. Никто не любил ее. У нас еще была другая учительница, мисс Хант. Она была доброй. Хотя мисс Хант преподавала географию, а мне предмет был вообще неинтересен. Но она была очень хорошей учительницей. Я думал, окей, хорошо. Мне так даже больше нравится. К тому же, ну, ты всегда помнишь школьных учителей. Да, обязательно. Да, особенно первого. Первый всегда запоминается. Надежда Васильевна. Я вас помню тоже. Это не так уж и... Да пошел ты на... Да это понятно, но нельзя слишком слащавым быть и на ней концентрироваться. Ты не шаришь. Чертов сниматель не понимает нифига. В любом случае, я люблю свою работу. Я делаю то, что делаю. Просто хотелось бы получать больше денег. Как учителю. Три месяца каникул, это вообще офигенно. Это просто тема. О, у тебя так долго отдых? Да. А ты чем занимаешься в свободное время? Я же тебе сказал, я игры делаю. Ну ладно. Это видеоигры, будь заинтересованным. Скажи хобби, которые ей, скорее всего, нравятся. А я доктор, что ей нравится? Жрать здоровую пищу? Ничего особого. Обычный выполняй список девушек, с которыми я переспал. Заставь ее сказать первое. А потом скажи, что это и твое хобби тоже. Да, да, это то, что надо. Да, мне много всего нравится. Что тебе нравится? Нет, ты скажи. Нет, ты скажи. Ты скажи. Я настаиваю, давай. Я занимаюсь спортом. Я тоже, как видишь, я здесь. Я люблю учить. Тоже люблю учить, да. Это как хобби. Я балета обучаю. Да, я этим занимаюсь. Да, я тоже этим занимаюсь. Я люблю рисовать. Да, мне тоже нравится рисовать. Не, все, короче, это ошибка. Рисуешь акварель или краска? К акварелью. О, я тоже акварелью. Да, маслом нет. И читать люблю. Читать, читать. Я себя закопал. Обычные книги или электронные? Обычные. Она же говорила. А какие именно книги ты читаешь? Короче, он себя закапывает. Он сказал, типа, я люблю все то же самое, но его легко теперь подловить. Это глупо было. Да, я знаю, что я ошибся. Да иди нафиг. Я сразу сказал. В жопу. Конечно, иногда я хожу на свидание. О, да, я тоже. Но такие ужасные свидания обычно. Жесть. Пошути, что, конечно, у нее нет парня, потому что она такая ужасная. Ну, с таким лицом-то, конечно. Скажи, что ты удивлен, что у нее нет парня, потому что она такая милая. Естественно. Естественно. Ты? У тебя нет парня? О, нифига себе, я удивлен. Ты такая охренетительная. Да, ну, шо поделаешь, я охрененная, но у меня нет парня. Знаешь, моя подруга сказала мне, стоит встречаться с одним из тренеров. Да? Да. С каким? С Джеффри. Скажи, что, скорее всего, он тупой на астероидах. Он так компенсирует маленький член, по-любому. Он бабник, переспал со всеми, жалих хваст. Ты согласишь, что он симпатичный, что, может быть, ей и стоит дать. Да-да-да-да-да-да. Типа я снимаю с себя подозрение, что я подкатываю. А потом такой, хопа, и из-под тяжка. Знаешь, он вообще-то хороший, выглядит неплохо. Можно сходить с ним на свидание. Ну, я все же не пойду. Нет, да, почему? Это был правильно, ты даже не рассказывал мне. Да, это обратная психология, а я мастер обратной психологии. Она ожидает, что ты скажешь, что ей не нужно идти, а ты говоришь, что нужно. И у нее сразу обратная такая, как это, он что, не хочет со мной сходить? Он меня с кем-то отправляет на свидание? Все правильно. Отлично. Я молодец. Знаешь, однажды я встречался с девушкой-тренером. Она была такая красивая, великолепная тела, конечно же. Но было одно но. Довольно смешно. На самом деле, все с меня смеялись. Сначала я не знал, но она издавала жуткие звуки, когда тренировалась в зале. Она становила как мужчина, в общем. И в постели, вообще-то, делала то же самое. Да, так что было немного катастрофа полнейшая. Потом позже ходили всякие истории, что она одержима каким-то мужским духом, наверное, бодибилдером каким-то. Поэтому она так... Слушай, реально ржака. Вот такая странная история. Так, а какие девушки тебе нравятся? А тебе какое дело? Я бы сказал, мне нравятся девушки, которые как... Ну, как ты. Скажи, как ты. Как оливковое масло. Как собаки. Как собаки и девушки вообще эта тема. Как кофе. Как видеоигры. Как кофе. Не знаю почему. Кофе. Популярный. Минимум калорий. Иногда черный. Не слишком... Это полный маразм. Чушь-чушь. Доступный. Ready to go. Я не знал, что он эту тупую аналогию проведет. Да, можно было... Я, походу, сейчас завалюсь. Я, походу, сейчас завалюсь. Какие именно... Я снимаюсь для журналов и реклам. Она, кажется, со мной не пойдет. Она уйдет. А ты еще чем-то занимаешься? Да, у меня куча отличных идей для бизнеса. Все идет плохо. Какие идеи? Какие? Предложения для аренды девушек. Да, моя тема. Снеки что-что. TBD масло от нервов на свидание. Under для красивых девушек. А, Uber. О, тема. Типа возить только красоток. Но ты так много не заработаешь. Продукты для сексуального образования. Uber для девушек. Снеки что-что. Масло от нервов на свидании. Я не знаю. Ничего из этого не знаю. У меня есть идея. Снек. Я думаю, я его запущу, а потом продам. Одно из больших компаний. Называется... Что-что. Я еще не знаю, что это именно за еда. Это и не важно, в принципе. Потому что в рекламе у него за столом будет снек. Человек по другую сторону стола говорит, «Эй, можно мне что-что?» И потом передает снек. «А мне можно что-что?» Это как типа станет мем, и все будет говорить, «Йо, можно мне что-что?» И типа, «О-о-о-о, хочешь что-что?» «А можно мне что-что?» И все будут просто в восторге. Это будет охрененно. Миллиард долларов. Ты такой смешной парень. Ты можешь представить, да? Я охрененно смешной. Лучше, чем Принглс. То Принглс, Принглс. А тут что-что? Не знаю, я не знаю. Можно попробовать. Ну скажи, что я был прав. Это замечательная идея, и это не моя идея, поэтому будьте приятелись, чтобы взять это. Знаешь, ты очень уверен в себя. О, спасибо. Использую метод прикосновений Брайана Уотсона. Естественно, я знаю, кто такой Брайан Уотсон. Всю его биографию. В детстве заикался, потом вырулил и стал просто очень богат знаменит, потому что ко всем прикасал. Лапал всех, короче говоря. Потом его посадили. Но хорошая методика. Возьми ее за руку и скажи, что ты рад этому шансу провести время с ней. Засунь свой палец в ее нос. У-у-у! Окей. Поспорь, что необычно сможешь дотянуться до ее... Чего? Брю, ну вот этот метод. Что бы он ни делал. Хочешь кое-что проверить? Мы делали такое, когда я был в школе. Даня, вот эту руку. А теперь закрой глаза. А, это игрушка. Типа угадай, докуда ты дошел. Тема. Супер, супер. Я постоянно угадываю. Моя девушка никогда не угадывает, где я. Только надо вот так чухать пальчиками. Надо вот так вот идти. Не, совсем я еще не дошел. Ты почувствовала логоть здесь уже? Да, было очень близко. Да, всегда чувствуется ближе, чем есть на самом деле. В этом идее. Достаточно необычно. Обычно люди говорят, что тут, а ты сказала тут. Наверное, я очень нельничаю, да, хихикает. Это да, показывает, насколько ты, типа, ревнивый вообще. Ну, там много теорий. Неплохой способ стать ближе. В играх много таких уловок, да-да-да, которые... Эти могут помогут эскалировать прикосновения, другие всякие вещи. Для парней, которым не хватает уверенности, я не знаю, с чего начать. В принципе, неплохой метод, но можно было сразу из-за сиски схватить. Так что нормально. Время платить. Да, я плачу. Помнишь? Ой, спасибо большое. В следующий раз за мной. О, отлично! Отлично! Типа она заплатила, мне теперь нужно вернуть должок. Она сама предложила эту уловку, говорит, я заплачу, и ты сразу такой, бамс, окей, я позволю тебе заплатить, но скажу, в следующий раз плачу я, то есть я уже закинул удочку на следующее свидание. Вау, я даже не додумался, а это так прикольно. Попробуй остаться с ней подольше, может быть, предложи подвезти домой. На чем, блин, я подвезу? На горбу свое? Скажи, что тебе лучше идти. В смысле? Нет, вот так. Может, почему нам еще пообщаться? Может, перекусим? А потом я подвезу тебя домой, если захочешь. Может, по пути остановимся в эфире, посмотрим. Мне лучше идти. О, твою мать. Да, уже время, уже время. А что тебе время? Тетрадки проверять, и время. Да, неверно. Стараться максимально стянуть встречу не нужно было. Это посылает неверное сообщение, это говорит о том, что тебе нечего делать. Да пошел ты, я думал, эта игра так хочет. Типа, я бы ее пропустил. Что делать сейчас? Пригласи ее на свидание, спроси ее номер, позови ее заняться любовью в кладовке. Я бы сейчас позвал ее, но нет, я же мокрый, потный, и, видимо, я не купался после тренировки, поэтому приглашаю. Мария, я так хорошо провел время. Что хочешь, если бы нам не сходить до свидания как-нибудь? Ах ты, ух ты, ух ты, ладно, было приятно пообщаться. Спасибо за слов, пойдем переодеваться. Я проиграл. Я не может быть, я же супер-соблазнитель, я же супер-соблазнитель. Такать смысл с четырьмя звездами можно проиграть? Ты я проиграл или выиграл? Эй! Подожди! Так у меня два новых уровня открылось. Зал фитнес-флирт. Сексуальные девушки учат сексу. Подожди, Казанова это четыре, это, в принципе, неплохо, но что-то не так. Так, давай я попробую заново дойти до момента, где я предложил... Результаты. Отключить видеосоветы. Режим серьезный. Убрать все красные и оставить оранжевый. Что? Отключить фидбэк видео. Да, отключаем советы, так быстрее будет. Добавить обратный отсчет для принятия решения. Отключить фидбэк интерфейс, отключить специальные события. Нет, подожди. Все, сейчас посмотрим, короче говоря, но я начну с того момента, где я предложил ей не затягивать. Давай, сейчас переметнемся туда. Так, вот мы уже платим, короче. Вот, друг, так, сколько это? Вот, 30 дирхам. Оставь с дачи себе, а мы же в Дубае, поэтому дирхамы. Почти все то же самое выбирал, добрался сюда быстренько. Попробуй остаться с ней подольше, может предложить подвезти домой. Мы уже знаем, это неправильный ответ. Скажи, что тебе лучше идти, типа, задел на будущее. Мне, наверное, нужно идти, поэтому да, окей. Я не буду забивать, было, бэээ. А, я отключил его, это, я даже не знаю, теперь правильно или неправильно, я же заключил его подсказки. Позови заняться любой в кладовке, пригласи на свидание. Ну, спроси ее, номер тогда остается. Мария, мы так хорошо пообщались, знаешь что, предлагаю тебе оставить мне свой номер, и я буду на связи. Как ты считаешь, хорошо? О, у него айфон последний, вот что значит, игра дел и зарабатывают, а? Круто, отлично. Окей, пока. Хорошо, увидимся, было круто поговорить с тобой, пока. А, все? Здесь нельзя было, склонить к сексу, что ли? Посмотри профиль инстаграма, чтобы увидеть. Ну да, слушай, прикинь, это все? Здесь нельзя было ничего больше сделать? Получается, эти два эпизода я прошел, типа, я молодец, ну, давай, вот, подожди, ничего себе, а сколько там, а, 35 минут, сексуальные девушки учат сексу. Ничего себе, но это можно оставить, короче, на третий эпизод, как ты считаешь. Будем смотреть, как сексуальные девушки учат сексу? Это должно быть, пошло, пошло должно быть. Ну и так же красиво, ты же тоже любишь девушку, особенно, если ты девочка, да? Да ты не слушаешь, что я несу во время этой игры, полную херню. Я надеюсь, тебе это видео понравилось, если так, поставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, активируй колокольчик, вместе будем ржать, не только с таких игр, но и с других. А на сегодня все, спасибо, что смотрел, меня зовут Энди Мув, скоро снова увидимся, пока! Энди Мув 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 Продолжение следует...